В администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского городского округа. За последнюю неделю серьезная обстановка сложилась с пожарами на территории нашего округа. Так, 14 февраля в час ночи на телефон системы 112 поступило сообщение о пожаре в трехэтажном доме в поселке Развилка СНТ-Анис. В результате пожара получили травмы семь человек. Двое находятся в реанимации. Такое количество травмированных на территории округа нашего городского зафиксировано впервые. Одним из главных вопросов недопущения пожаров в жилых домах является своевременное проведение ежегодных мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования. Особое внимание уделяется старому жилому фонду. На сегодняшний день специализированной организацией планово проводится обследование МКД. В рамках проверки обследованы 3-4 МКД. Это 1860 квартир за 2021 год, находящиеся в управлении МОП УК ЖКХ. Что касается непосредственно тушения пожаров, серьезной проблемой оказалось отсутствие постоянного доступа сотрудников МЧС к гидрантам, расположенным на территории частных предприятий. Это необходимо для проведения качественной проверки и подготовки оборудования к использованию. Качественной проверки из-за пандемии у нас не было. Нам не предоставили ни собственники объектов, ни мы полностью не проехали по всем объектам. Мы проехали только по неисправным гидрантам, которые были позапрошлому году. И из них там было 13 штук исправлено. Но вообще у нас, если брать по области, цифра очень хорошая по гидрантам. Отдельное внимание было уделено работе по информированию населения. Наглядная агитация на улицах, противопожарные материалы в СМИ и в социальных сетях показали хорошие результаты. Также сотрудники МЧС планируют продолжить разъяснительную работу с жителями в формате личных встреч. Роганизовать пожарно-профилактическую работу, проведение подворовых, поквартирных обходов, встреч с населением среди жильцов на квартирных и частных домах, населенных пунктах, садовых, товариществах, ТИЗах с привлечением управляющих компаний, старост деревень, сотрудников управлениями, естественно, внутренних дел, работников социальной защиты, добровольцев и других заинтересованных организаций. По итогам заседания комиссии был выработан порядок проведения профилактических мероприятий и назначены ответственные исполнители. Обеспечение пожарной безопасности находится на особом контроле у экстренных оперативных служб и администрации муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.